Депутаты указали ветеранам АТО их место. Явровский городской совет своим решением выделил паи бывшим воинам. Вакурат возле свалки. Себе же депутаты оставили добротные участки в самом центре города, да еще и с видом на парк. Активисты попытались остановить такое позорное голосование. Павло Андреевич, я за уважение. Я за уважение. Пять детей, голосуем. Но вместо справедливости добились начала уголовного производства. А депутаты все равно стали собственниками элитных участков земли. То, что власть города хотела удержать втайне, узнали секретные материалы. Статус участника АТО в нашей стране стал не только индикатором героизма солдат, но и поводом для чиновников проворачивать свои теневые схемы. Вокруг, казалось бы, благородной идеи раздавать воевавшим землю, заслуженные коррупционеры мгновенно придумали пару десятков схем, на которых можно заработать. Почему загадочные решалы получают военные сотки? За это готов заплатиться каждому, за каждого человека по 500 долларов. Как под видом выделения земли участникам АТО легализируют вырубку леса и незаконно захваченные участки? Вот копия карты местности, там, где на самом деле висятся сосны, уже давно разбитые в улице. Кто из чиновников купил себе корочку участника боевых действий, получил вдобавок элитный участок. Смотрите только в секретных материалах. Защитникам обещали достойную награду, но по факту рядовые получали на руки не больше 1700 гривен в месяц, а статус участника АТО и полагающиеся льготы доставались не тем, кто их заслужил. Один из ярких примеров – недавний скандал в Полтавском горсовете. Мэр Полтавы Александр Мамай решил нажиться за счет ветеранов. Я депутат Ленинской районной рады. До нас в районную раду свертались участники ООС с тем, чтобы отримать земельные делянки. Им отмоглено, но в тот же час, на той же сессии, хочу выделить 12 земельных делянок. Все заявки написаны, даже без указания буквы А, Б, В, Г, Д. И это далеко не единичный случай. С предложением поучаствовать в земельной афере к ветеранам АТО 12-го территориального батальона обратился некий Юрий. Устав от наглости и беспредела, ветераны решили наказать афериста и навстречу с ним взяли журналистов секретных материалов. Видимо, не в первый раз решая подобные вопросы, он сразу переходит к делу. Задача очень простая. Нужно два человека, одного человека, а вот ведь земельный участок. Для этого надо написать заявление. Установленные формы, написать нотариальное разрешение на тот участок, продавать, покупать и так далее. То есть его там в течение месяца оформили, написали заявление, получили деньги. Просто главное, чтобы никаких претензий не было. Вот и все. За это готов заплатиться, за каждую человека по 500 долларов. Во время беседы выясняется, что речь идет о двух участках в Голосеевском районе столицы, за которые уже даны взятки местной администрации. А если не секрет, где участки-то? В Голосеевском районе, на Теремках. Там, где камни продают, на противоракции. Пока я договорился и проплатил за два участка. То есть это обязательно должны быть отошники, потому что отошникам сейчас в первую очередь выделяется. Да. Просто я не знаю, каким бесплатно выделяется, но вот бесплатно выделяется у такого человека, и поплачиваешь и выделяешь. Но земельные махинации не последние, чем промышляет наш новый знакомый. Мне интересно все, что приносит мне деньги. Злоумышленники предложили поучаствовать ветеранам в афере с государственными тендерами. Благотворительный фонд участвует в тендере на поставку лекарств. Должно быть несколько не государственных, которые также участвуют. Еще надо было одна компания, которая просто участвовала, подала заявку на тендер. Проиграли этот тендер. Спасибо, все ушли. Приехав на встречу на Ауди с номерами АА1234РИ, Юра знал, что бояться ему нечего. Прикрытие, видимо, стопроцентное. Машина в базе ГАИ с такими номерами не значится. А это говорит, что транспорт, скорее всего, принадлежит спецслужбам. За встречу думали, что он будет докладывать начальству. Но он вел себя как сотрудник спецслужб. Сделал пару кругов, посмотрите, если хвост. А потом профессионально потерялся. Такая афера без чиновников невозможна. Идем в Голосеевскую районную администрацию, чтобы с этим разобраться. Но там разводят руками. Мол, про атошную землю вообще ничего не слышали. Районные чиновники переводят стрелки на департамент земельных ресурсов. На каких основаниях была зарегистрирована земля и кто отвечает за ее передачу ветеранам, мы спросили главу департамента земельных ресурсов, Полищука Алексея Григорьевича. Общаться с журналистами он не стал. А отвечать на наши неудобные вопросы отправил своего зама. В Киеве распорядителем земли является Киевский городской совет. Поэтому заявления все подавались в Киевский городской совет. И рассматривались по процедуре сначала постоянной комиссии, после того, как уже подготовлена документация, а потом на сессии. В департаменте земельных ресурсов перевели стрелки. По их словам, выходит, что наш Юрий, скорее всего, решал свои вопросы именно с депутатами в городадминистрации. Такие все вопросы решались исключительно на сессиях Киевского городского совета. Но оказывается, в генеральном плане Киева земель для участков АТО вообще не предусмотрено. Есть некоторые территории, которые там еще с советских времен, в свое время в Киев были включены территории сельских населенных пунктов из области. Это такие села, как Троещино, Жуляны, Бортичи. Возле них были свободные участки. И вот потихоньку они там распределялись, выделялись под индивидуальную застройку. Конституция и земельный кодекс Украины гарантируют каждому право на бесплатный земельный участок. А конфликт на Донбассе просто изменил порядок очереди. Однозначно в первую очередь участникам АТО или семьям погибших. А вот еще одна скандальная история. Чиновники выделили АТОшникам землю возле села Быковня Киевской области. Но, как оказалось, только для того, чтобы легализовать уже проданные участки и провести коммуникации за госсредства. А теперь нашлись хозяева и хотят весь лес срубать. Бо им нужно участки, им нужно побудоваться. А под видом АТОшников они хотят за что-то державе провести все коммуникации, водопостачание. Все это такие, какие хитрые, которые привыкли все равно за рахунок державы. Они теперь прикрываются АТОшникам. А АТОшникам там, как дадут три участки, так это хорошо будет. Секретные материалы призывают правоохранительные органы все-таки разобраться. Кто же из городских чинуш приторговывает выделенной для ветеранов АТО землей?